На протяжении тысячелетий труд медицинского работника всегда высоко ценился в народе, а его авторитеты и уважения были непререкаемыми. Это требует от врачей постоянной работы над собой, углубления своих знаний, преданности делу, а также огромного сострадания и любви к людям. Следуя священной клятве, медицинский работник стоит на страже самого дорогого для человека – его здоровья и жизни. При этом он должен забыть о собственных трудностях и проблемах, делая этот мир лучше и добрее, тем самым даря человечеству надежду на здоровую жизнь. Сегодня в Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения страны, трудится около 72 тысяч врачей, несколько сотен тысяч медицинских сестер, санитарок и других сотрудников сферы. В их числе специалисты медико-санитарной части Совета профсоюза работников АГМК, занимающейся профилактикой и укреплением здоровья тружеников цехов и участков Алмалыкского горно-металлургического комбината. История здравоохранения начинается с создания здравпункта для оказания медицинской помощи работникам свинцового карьера, затем уже карьер Калмакир. Приехав сюда врач Акзамов Таджикан Акзамович со своей супругой Доценко Полина Сипановна, они сами, своими руками построили здравпункты из трех комнат. Они обслуживали рабочих и все прилегающие села, пригорные прилегающие села. Они оказывали медицинскую помощь по всем профилям. Терапия, хирургия, акушерство, гинекология, травматология и так далее. Но настоящие были врачи общей практики. Постепенно комбинат стал расширяться и организован первая медико-санитарная часть. В 1983 году по инициативе руководства комбината и по настаиванию и по необходимости для города построено здание медицинской части. В 2022 году, в декабре месяц, совместно с профсоюзным комитетом комбината и руководством комбината приняли решение совместное об организации своей собственной медико-санитарной части. И с того дня, выделив средства, начались здесь капитальные строительные ремонтные работы, которые завершились в августе месяце 23-м году. В 2023 году, 16 августа, мы получили лицензию Министерства здравоохранения Республики Узбекистан о начале своей деятельности. На реконструкционно-капитальный ремонт здания и оснащение новейшим оборудованием комбинатам было выделено более 12 миллиардов сумм. В результате, это медицинское учреждение соответствует международным стандартам. Местный участок комбината рассчитан на обслуживание 50 тысяч работников и пенсионеров. Во всех производственных учреждениях и заводах, организациях у нас организованы здравопункты. Из них 18 здравопунктов работают круглосуточно и обеспечены дежурствами и всеми необходимыми. 10 единиц это дневного характера здравопункта и около 10 здравопунктов это предсменные предрессовые осмотры проводим. Структура медико-санитарной части это регистратура, отделение диагностики. Отделение диагностики это стационарный рентген, передвижной цифровой рентген, стационарный флюорограф цифровой, стационарный маммограф цифровой. Лаборатория оснащена всеми необходимыми оборудованиями, современными. Более 280 видов анализов проводим. И эти анализы сегодня считаются самыми точными, потому что мы придерживаем нормативы, стандарты, утвержденные ВОЗом. Само поликлиника имеет отделение профилактики, отделение узких специалистов, осмотров, дневный стационар из 30 упоек, физиотерапевтическое отделение, стерилизация и другие. Сегодня поликлиника полностью цифровая, работаем по программе Медата, разработанной Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. На сегодняшний день АО «Алмалыхский ГМК» – это почти 45 тысяч человек, трудовой коллектив и пенсионеры производства, каждый из которых нуждается в квалифицированном медицинском обслуживании. Если остановиться к цифрам за 9 месяцев, к нам обратились 113 150 раз наши рабочие, из них женщин 31 416. По заболеваемости из этих обращений 70 582, из них женщин 18 378. Дневные стационары в нашем пролечили за 9 месяцев 1573. Получили физиотерапию только 3988 рабочих. И наши цеховые терапевты, выезжая в здравопункты, принимают там больных или диспансерных больных, приглашают смотры без отрыва от производства. Это количество обращений 973. Почти тысячи человек за 9 месяцев осмотрели. Основной деятельностью наша – профилактические осмотры, потому что мы должны предупредить заранее, что у работника какое-то заболевание возникнет при продолжении той или иной работы. И немедленно оздоровление и лечение тех или иных больных своевременно, чтобы человек был долго здоровым и долго приносил пользу. Нам необходимо организовать стационарные службы медико-санитарной части, которым мы остро нуждаемся. И мы еще планируем организацию филиала медико-санитарной части в городе Ангрене для работников наших в Ангренском регионе. Постоянно контролируются и отдаленные наши тоже объекты. Важно, что на помощь пациентам медико-санитарной части приходят высоко квалифицированные специалисты. В системе медико-санитарной части работает 343 сотрудников, 35 врачей, 175 среднего персонала, остальные младший персонал. В медико-санитарной части немало опытнейших специалистов, врачей с большой буквы. Одна из них – Фируза Сидикова. Я выбрала эту профессию благодаря моей няне Жуковой Татьяны Григорьевны. Она много лет работала фельдшером в городе Алмалык. С детства я полюбила эту профессию, профессию врача. Со школьных времен я углубленно занималась предметами, которые мне понадобились во время поступления в Ташкентский медицинский институт. В 1991 году я поступила в Ташми и в 1997 году окончила медицинский институт, лечебный факультет. В тот же год я вновь вернулась в свой родной Алмалык и поступила на работу в первую городскую поликлинику, участковым терапевтам. Я очень благодарю судьбу, что я выбрала свою профессию. Как говорится в народе, это душевная профессия. Фируза Якуб Хаджаевна пришла в профессию по зову сердца и по сей день готова помочь пациентам поскорее справиться с недугом. Я очень люблю свою профессию. Каждый день с утра я тороплюсь в поликлинику, потому что, во-первых, я люблю эту профессию, во-вторых, в поликлинике коллектив очень дружный. И еще я очень благодарна своим руководителям, главврачу Тухтабаеву Абчапару Иргашевичу, замглавврачу Махкамов Царем Сабировичу и также заведующей терапевтического отделения Рахману и Марлахат Рахману. Потому что они не только наши врачи с многолетним стажем, но и мои учителя. Я их очень-очень уважаю, так как они помогают и дают свои советы. И всем-всем вам, горожане города Алмалыка, желаю вам крепкого здоровья. Я вас очень-очень люблю. Вот так сплоченный коллектив единомышленников, высококлассных специалистов медико-санитарной части Совета профсоюза работников АГМК стоит на страже здоровья тружеников подразделений Алмалыкского горно-металлургического комбината. Субтитры создавал DimaTorzok